Как хорошо с вами быть, наконец-то! Спасибо, что пригласили меня! Первое, о чем я хотела бы поговорить, это о неправильном понимании того, что такое пробужденное состояние. Почему мы делаем столько ошибок и столько концепций, создаем о том, что это такое? Одна ошибка, которую мы делаем, мы думаем, что это не может случиться с нормальными людьми, с такими обычными, как матери, такие нормальные люди, как мы. И сейчас это начинает происходить с обычными, с нормальными людьми, как мы, с людьми, которые не медитировали в течение четырех лет, в сорока даже лет в пещере. И это так интересно, потому что это настолько просто. Люди часто просто не узнают это состояние, они чувствуют что-то, но они не понимают, что это оно, потому что это ваше естественное состояние бытия, оно очень простое. И с каждым человеком, который будет пробужден, который пробуждается, это становится более легко для остальных людей, пробуждение. И именно поэтому это так важно, делать ту работу над собой и пробуждаться самому. Я встречаю так много людей, которые задаются вопросом, как же другим помочь? Как быть в этой ситуации, как помогать другим? Но самое лучшее, что вы можете сделать, это просто помогать себе, это делать свою работу и самому пробуждаться. И тогда вы можете помочь пробуждению других людей. И еще одно неверное понимание о пробуждении, которое у нас есть, что это будет очень тяжело происходить, что это непростая вещь, которая случится. Но на самом деле это происходит очень просто, по щелчку пальца. И я на самом деле очень-очень верю, что это произойдет со многими-многими людьми вот в этот приходящий год. И многие люди увидят, что они находятся в состоянии такого сна, когда вы не пробуждены. Это просто иллюзия ума на самом деле. И это состояние сна, оно очень сильно до сих пор в коллективном человеческом сознании. И это также меняется. И это происходит на самом деле повсюду. И происходит очень быстро сейчас. Это происходит, вы можете видеть, сдвижки в кино, в музыке. И когда это начнет происходить еще быстрее, то тогда люди начнут выпрыгивать в это состояние просветления, в это состояние пробуждения, как попкорн, знаете, в микроволновку кладут, и он начинает так лопаться, вспыхивать. И еще одна вещь. Люди часто задаются таким вопросом, что мне делать, именно делать, что мне делать. Но ничего на самом деле вы не можете сделать, потому что это все происходит по божественной милости. Все, что вы можете сделать, вы можете быть осознанны по поводу того, что происходит внутри вас, осознанны по поводу того, какой конфликт происходит в вашем сердце. Просто войдите в ваше сердце и увидите этот конфликт. Просто смотрите в свое сердце и перестаньте обвинять. Перестаньте обвинять людей, обстоятельства, ситуации, даже себя за то, что происходит. Просто будьте осознанны и смотрите, что происходит в вашем сердце. Может быть, какие-то вопросы? Нужно? Я не хочу. Афанат, пожалуйста. Я вас помогу на нем? Я просто задала вопрос, чем отличается ее состояние сейчас от того, каким было состояние раньше. Мы все осознаем и видим, что мы полны страхов, неуверенности, не защищения. Чувство собственной значимости и как она это чувствует сейчас, после того, как это с ней произошло. И то, как повлияло это состояние на мои отношения, вы очень точно передали. Вы очень точно спросили про отношения, потому что на самом деле очень много страданий исходит из чувства собственной значимости, из жажды собственной значимости. И то, как я бы описала это состояние, это эго просто ушло. И в отношениях очень тяжело ругаться, когда только один человек раздражается. Никто на самом деле не может вас обидеть, потому что если я ушло, то как можно вообще обидеться? И также жажда собственной значимости не то, что она полностью растворилась, она где-то есть. И мне до сих пор нравится быть в центре внимания, мне до сих пор нравится, когда меня любят. Но это не контролирует меня, оно не держит меня. И, например, в отношениях с моим сыном, ему 9 лет, не то чтобы что-то поменялось коренным образом, но я чувствую себя хорошо. Такое впечатление, что всё хорошее, оно просто усилилось. И у меня гораздо ближе сейчас состояние к такому малышу, который чувствует всё великолепие и радость жизни, и поэтому мне гораздо легче соединяться с ребёнком самым, со своим. И то, что я заметила, что люди, которые находятся вокруг меня, оказываются вокруг меня, они как бы заражаются этим состоянием и чувствуют просто радость без причины. И когда люди чувствуют себя более счастливыми без причины, они не хотят ругаться. И да, и вот ссоры, и какая-то ненависть, все вот такие эмоции, они в сознание не попадают вообще. Я ответила на вопрос? Как же со страхами, с незащищённостью, с неуверенностью, со страхом перед будущим, с зарядами световыми? Что-то связанными с прошлым? Что-нибудь с этим произошло или как? И она добавила что-то очень много, она сейчас запишет это. Очень хорошие вопросы. Вы задаёте спасибо. Это вопросы, которые возникают, когда эго знает, что оно скоро умрёт. Итак, обеспокоиться. Итак, обеспокоиться. Как эго выживает таким образом, что оно постоянно беспокоится либо о прошлом, либо о будущем? Это способ выживания эго. Эго не может выжить в настоящем моменте. И состояние пробуждения, оно живёт в настоящем моменте. Вы не живёте в прошлом и вы не живёте в будущем, вы живёте просто сейчас. И именно поэтому жизнь в состоянии пробуждения, она настолько прекрасна, настолько классная, что вы находитесь в этом моменте прямо сейчас. Вам так хорошо, что вы не можете беспокоиться о прошлом, думать о прошлом, потому что вам сейчас хорошо. И таким же образом вы не можете думать о будущем, потому что это не сейчас, будущее когда-то потом. И поэтому, когда вы живёте сейчас, ну очень многое из этого уходит, из этих беспокойств. И когда вы живёте в этом состоянии, очень много беспокойств, каких-то переживаний, обид, чувство вины, оно уходит. Вы просто находитесь в моменте. Ну и когда мы говорим о чувстве незащищённости, это опять же, когда есть это я, но когда нет я, то нам не о чем беспокоиться. Например, перед тем, как подключиться сейчас к вам по скайпу, я даже ни на секунду не беспокоилась о том, что вы вообще обо мне подумаете. Понравлю с левым или нет. Я просто наслаждаюсь моментом, наслаждаюсь тем, что я делаю. какими-то взаимодействиями с людьми, и я просто сейчас вот я люблю вас. Это звучит ужасно и как-то придурочно, но на самом деле я вот вас люблю сейчас, вот и всё. People saying in the hall that they can feel it. Yes, good, good, me too. Я, говорит, тоже чувствую. Good, good. So that's all, and there is no need to be feeling insecure. Why should you feel insecure? But I think another point about that, it's important that, okay, before you get to this point where you just love and you don't feel fear, before that you really have to, again, look inside and accept everything. You have to see everything that's happening inside. And the only thing, the only reason we feel insecure is because there is something inside of us that we have not accepted. И именно поэтому, ну, нет никакой нужды в чувстве незащищённости, в беспокойстве. Но также есть ещё одна вещь, мы должны обязательно посмотреть на то, что происходит внутри нас. И просто увидеть всё, что там есть, быть очень честными с собой. Потому что незащищённость возникает только тогда, когда вы не принимаете что-то о себе. Какую-то правду не принимаете о себе. And the best way to see it is, let's say, you have judgment towards somebody else. When you see somebody and you have judgment about that person, that is because you did not accept something about that person that's in you too. И хороший способ, это когда, например, вы смотрите внутрь себя, и вы видите, что у вас есть оценка осуждения другого человека. И именно осуждение другого человека, это означает то, что в вас самом есть что-то такое, что вы не принимаете о себе. И это то, чему я учу на курсах пробуждения к единству. И то, что я очень много применяла к себе до того, как со мной случилось пробуждение, это когда я видела кого-то и говорила, о, этот человек настолько контролирующий. И потом я добавляла, как и я. И таким образом это на самом деле заставляет вас посмотреть внутрь, вглубь себя и посмотреть, что происходит там. И это приводит к очень-очень сильной внутренней честности. И когда эта внутренняя честность с вами происходит, когда она у вас есть, это не значит, что вам нужно вовне что-то говорить, вслух. Просто вы становитесь честны сами с собой. И когда вы смотрите внутрь себя и видите то, что вам не нравится в себе, что вы считали ужасным, каким-то отвратительным, некрасивым. И вы видите это в себе. И потом вы смотрите, что у всех то же самое. На самом деле все такие же. У них есть это же. И тогда божественное на самом деле к вам стремительно врывается. И как вы знаете, Шри Бхагаван говорил, что есть четыре стадии пробуждения. Первое – это быть в единстве с самим собой. Второе – это быть в единстве с другими. Третье – это быть в единстве с природой, с животными. И четвертое – это быть в единстве с Богом. И первый шаг – единство с самим собой – это то, над чем вы можете работать. То, что вы можете сделать. Не быть разделенным внутри себя. И когда вы принимаете все то о себе, что вы отрицаете, обычно это вы отрицаете, отталкиваете, вы тогда приходите к единству с самим собой. И тогда автоматически у вас происходит второй шаг – это единство с другими. Потому что вы… Ну, это автоматически происходит, потому что вы не можете больше осуждать их. Они такие же, как и вы. И потом происходит автоматически третий шаг. Потому что, когда вы в единстве с собой, с другими людьми, вы обращаете внимание на природу, вы начинаете наслаждаться ей. И вы просто живете от момента к моменту. И наслаждайтесь тем, что есть с природой. И когда вы смотрите на дерево, вы не называете это деревом. Вы видите это как движение жизни. Вы просто соединяетесь с ним. Это случается автоматически. Не то, что вам нужно что-то делать. Это просто происходит. И потом у вас пробуждается любовь к Матери-Земле, потому что она поддерживает нас. Она несет нас, кормит нас. И вы просто не можете не чувствовать любовь к планете. И когда вы чувствуете, вы приходите к единству с самим собой, и вы чувствуете соединенность с другими, и вы приходите к единству с другими, и к единству с природой, как вы можете не прийти к единству с Богом? И вы будете видеть Бога во всем, в небе, в дереве, в другом человеке. Вы будете видеть Его во всем. Все для вас будет это красивое проявление Бога во всем просто. Красивое проявление Бога во всем, это божественное. И это все начинается с того, чтобы быть в единстве с самим собой. И вы можете что-то делать с этим еще. А все остальное, оно просто случается, происходит. Я думаю, это был очень длинный ответ. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Да, я хочу спросить еще один вопрос. Как произошел действительный изменение? Было ли это инстантанно, или было ли это градусно, через период времени? И если в целом были какие-то усилия с вашей стороны, то какие были эти усилия? Спасибо. Я опять это записала, потому что было три вопроса в одном. Я начну с конца. Было ли какое-то усилие? В момент пробуждения, самого пробуждения, там уже не было никакого усилия. Это просто произошло из ниоткуда. И я просто знала, что что-то произошло, потому что жизнь выглядела совершенно другой. Так что с моей стороны не было никаких усилий, было только божественное. Ничего, чтобы я сделала. И это произошло со мной очень спонтанно, но я вам не хочу рассказывать, как это случилось, потому что, если я вам это расскажу, вы начнете спонтанно, как это произошло. И если я вам расскажу, как это произошло, тогда вы начнете создавать свои идеи, концепции по поводу того, как это должно быть. И вы скажете, вот так и со мной должно случиться. Как говорит Богован, 7 миллиардов людей на планете живет. И сколько бы, в общем, людей не жило на планете, столько путей и столько способов к пробуждению. И то, как это произошло или будет происходить с вами, это уникально именно для вас. И это только ваше пробуждение. И так как часть вопроса, было ли это постепенный процесс, я могу сказать так, что часть времени было такое состояние, когда я, перед тем, как оно стало постоянным, состояние пробуждения, я то входила в него, то выходила, то теряла, то снова заходила в это состояние. И это вообще очень было так разочаровывающе. Но это было необходимо для процесса. Я знаю, как wszystko случилось. to everybody and it can happen in the blink of an eye it can happen in the next breath you take or it will take you know a few more months of back and forth and a little frustration and it's just there for you, something is there for you to learn and something is there for you to see but I have no doubt that it's happening I see it in people around me it's just beautiful to see it's I think this is even a bigger gift than being awakened and to see it happening to other people и я не знаю, как это с вами произойдет, может это при следующем сдохе с вами случится, спонтанно а может быть еще несколько месяцев вы помучаетесь туда-обратно но то, что с вами будет происходить вот этот процесс, когда вы проходите туда-обратно это необходимо для процесса это значит, вам нужно чему-то научиться что-то увидеть еще но я вижу, что это происходит повсюду происходит вокруг меня и это настолько красивый процесс смотреть как люди пробуждаются, мне кажется, это даже лучше, чем пробудиться самому. На фоне эмоционального, понятно, благостного состояния, были ли какие-то изменения в физическом теле? Из-за того, что ты имеешь эмоциональный блеск, и ты чувствуешь хорошо, но может быть, ты тоже были какие-то физические изменения, на физическом уровне, что что-то изменилось? На физическом уровне, я не знаю, я не знаю, что это изменение на физическом уровне, потому что я не знаю, это как у человека, что вы видите каждый день, поэтому вы не видите большую разницу. Но если вы не видите ребенка за 6 месяцев, то вы скажете, что вы очень много выросли. Я вижу себя в мере каждый день, поэтому я не знаю, какие изменения происходят в физической жизни, в физической форме. На уровне физическом, я не уверена, потому что это как видеть своего ребенка, который растет каждый день. Ты как-то к нему привыкаешь и не замечаешь, а если ты его не видел 6 месяцев, то ты скажешь, вау, ты так вырос. Но я себя вижу в зеркало каждый день и не знаю, как это на физической форме отражается. Люди, которые меня встречают, говорят, что я очень изменилась, что-то изменилось во мне, они не могут точно сказать, что, но говорят, ой, я тебя 6 месяцев назад видел, ты была совсем другой. С точки зрения энергии в теле нет больше такого истощения энергии из тела, потому что каждый раз, когда мы беспокоимся о чем-то, переживаем, мы теряем эту энергию из тела, так что сейчас она не уходит так, как раньше. И поэтому с точки зрения энергии вы перестаете волноваться на уровне ума, думать о чем-то, и постоянно там у вас внутри диалог происходит. На этой энергии не затрачивается больше, так что для тела остается больше энергии. Так что иммунная система становится гораздо сильнее, здоровее ваши органы, становятся здоровее, чтобы переваривать пищу. И, ну, в этом плане я изменилась, да, я стала здоровее. И по поводу болезней, которые исходят из эмоциональных зарядов, да, если они берут источники от эмоциональных каких-то зарядов, вещей. У меня просто не было таких болезней, поэтому я не могу про себя сказать. Но по поводу вообще людей, я уверена, что эти болезни, они уйдут, они пройдут. Есть еще время на один вопрос, и потом, может быть, вы хотите медитацию вместе сделать? Хорошо. Хорошо. Вопрос такой. Если ты не хочешь рассказать, как это с тобой произошло, может быть, ты расскажешь, что ты чувствовала, когда с тобой это стало происходить. Вот первое ощущение, когда ты стала чувствовать, что что-то меняется, что ты пробуждаешься. Что это было, как это было с тобой, что ты чувствовала? Это справедливо, это честно, хорошо. 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 Я помню, когда это произошло, я вспомнила, и все-таки, я неожиданно. И когда это произошло, я шла, была лунная ночь, и я шла по дороге. И это произошло в Индии. Я шла по дороге, и она была окружена деревьями с двух сторон. И когда это произошло, я стала наслаждаться темнотой. Я никогда не знала, что я могу наслаждаться темнотой, что вообще можно этим наслаждаться. Но я наслаждалась этим. Я наслаждалась воздухом вокруг себя, звуком своих шлепанцев, которые так делали, издавали звук. И я наслаждалась лаем собак вокруг. Все ощущения как будто усилились. И я находилась в таком блаженстве. Не было просто даже комментариев никаких ума. Просто ум был тих, и я наслаждалась и была в блаженстве. И это было просто такое всепоглощающее чувство радости. И я не могла понять, как до сих пор я могла вообще это пропустить, вот весь этот мир. Потому что я была настолько заключена в ум, который постоянно говорил, говорил, я была так занята, что мне никогда не было времени насладиться тем, что есть вокруг. И в этот момент я просто начала наслаждаться тем, что было вокруг меня. И в моментах, как я всегда могла очень благодарен, когда я был очень благодарен, и я был очень благодарен за MAY на специальный момент. Если я пришла внутри мой р arena, то я пыталась контактить с Богом. И после этого я была контактить, что это мне, здесь мне, и здесь мне, и я находится с Богом. И я имею в отличие clips от Бога. И мне, как я делала, что я Express. И до этого у меня тоже были такие моменты, и я чувствовала благодарность Божественному, и выражала эту благодарность Божественному, Богу, за то, что я чувствую. И в этот раз я тоже как бы зашла в свое сердце, опустилась в свое сердце и хотела выразить благодарность, потому что как это обычно происходило. У меня всегда было «я» и Божественным. У меня были отношения, взаимоотношения с Божественным, да? И первый раз я не могла соединиться с Богом, потому что я искала внутри себя себя, и меня там не было. Оно просто ушло, и никого там не было. И я не могла Бога найти, не то чтобы Он был снаружи, я не могла найти Бога снаружи, потому что это не то, что Бог был внутри или снаружи, Он был везде. И это очень такой опыт, я была дезориентирована, потому что я не знала, как функционировать в таком состоянии. Но это изрослось, это изменилось и даже углубилось различными красивыми путями со временем. И все те учения, которые Шри Бхагаван дает нам в последнее время, учения для веб-кастов, когда он говорит, пробужденный это там, тот, тот, тот. И каждое из этих учений, это не концепция для меня, это мой живой опыт, это то, как я живу. И я так благодарна Ему, потому что я бы не смогла описать это в словах, свой опыт. Вот и все. Я ответила? Еще один вопрос, и давайте мы помедитируем потом. И еще один вопрос. Прямо может быть, возможно, отчетки, прежде всего, что мы видим, как это нужно для вас будет делать. Прямо мы просто не можем помочь, чтобы это случится. we can see it on our side so maybe you can share and maybe you can suggest something we heard a few things that you mentioned already that we have to face whatever is there inside but maybe you can just point it out once again what would you suggest us how to put our efforts yes, thank you а теперь на русском да, я сказала, что так как она тоже, что и Федор сказал так как она прямо не хотела нам отвечать я пытаюсь перефразировать вопрос вы сказали, что во время самого момента перехода усилий не было с вашей стороны но безусловно были усилия до того, как это произошло потому что мы видим, что мы не можем перестать прикладывать усилия в этот момент и если это были какие-то усилия то пожалуйста еще раз обратите наше внимание хотя в течение вашего разговора вы уже нам говорили о том, что хорошо встречаться с тем, что есть внутри обращать на это внимание и так далее ну она согласилась так что послушаем опять говорит, 4 вопроса и приходится их записывать еще одна вещь долго в голове ничего не задержится приходится записывать и так вопрос был мы знаем, что не надо никаких усилий прилагать но скажите, какие усилия нам нужно приложить и так я отвечу долгое время назад я кое-что услышала от университета единства и это осталось со мной надолго он сказал если вы привезли к человеку в одну комнату и вы их сидите на стене и вы их спросите вы их спросите несколько вопросов вы скажите окей сколько вы вы университете из-за садана которую вы делали никто не вырастет и вы их университете вы можете наш гид да, он спросил говорит если вы приведете в комнату 100 пробужденных людей посадите их на пол и зададите им вопрос сколько из вас пробудились благодаря садане которое вы выполняли никто не поднимет руку если вы спросите их сколько из вас стали пробужденными благодаря медитационным техникам каким-то никто не поднимет руку если спросить сколько из вас стали пробужденными благодаря какому-то учению которое вы узнали и применяли никто не поднимет руку но если вы спросите их сколько из вас пробудилось благодаря чистой божественной милости тогда все поднимут руку и так это происходит автоматически и это то как это произойдет с вами потому что энергия земли правильная и потому что много людей попадают в это состояние пробуждения и это будет также влиять на вас и по поводу усилий я хочу обратиться к этому пункту Шри Бхагаван говорит о усилии без усилия so how much effort is it's needed I did say you have to put effort before awakening not for awakening itself but before awakening how to get prepared you put in applications the teachings from oneness stay with your suffering until it turns into joy see the suffering it's coming for the perception of the fact not the fact itself a little break it doesn't stay with me long as well итак по поводу достаточного усилия усилия нужны перед тем как вы будете пробуждены вам нужно прилагать какие-то усилия поэтому вы можете вы прилагаете вы используете те учения которые вам дает университет шри бхагаван и вы смотрите внутрь себя вы используете то учение которое говорит что страдание не в факте заключается в восприятии этого факта вы остаетесь со своим страданием пока оно не превратится в радость то есть вы используете эти учения для себя я ничего другого не использовала ничего другого не делала кроме этих учений и медитации которые предлагает университет единства но правда в том что у меня была большая страсть и я не просто где-то в уме эти учения разбирала я их применяла в своей жизни я применяла в жизни эти учения и я на самом деле оставалась со своим страданием пока оно не превращалось в радость я на самом деле как бы применяла все эти учения на себя в своей жизни если вы будете честны с собой вы будете знать когда вы недостаточно усилий прилагаете и таким же образом вы будете знать когда вы прилагаете слишком много усилий и когда вы прилагаете слишком много усилий вы будете знать что усилие это не то что сейчас нужно нужно просто сдаться И это приведет вас к тому месту, когда вы можете полностью сдаться на волю Божественному, и тогда Божественное проделает свою работу. Будет такая точка на вашем духовном пути, когда вам нужно будет полностью сдаться, полностью. Потому что будет очень ясно, что ничего с этим вы не можете сделать больше. Вот и все. Спасибо большое, Алина. Спасибо. Может, мы пойдем на 2-3 минуты медитации? 3-3 минуты медитации? Хорошо. И тогда вы просто исчезли, да? И тогда я исчезли, да? Я уже исчезла, я думаю. И сейчас мы перейдем к 3-х минутной медитации. После чего я скажу, Алина, наверное, просто исчезнет. Она скажет, что ей кажется, она уже исчезла. Окей. Я не уверена, смогу ли я раствориться, но я смогу вам дать благословение перед тем, как я уйду, Дикшу. И давайте прикроем глаза. И, пожалуйста, погрузитесь вглубь вашего сердца. В то место, где живет правда. Пробужденное состояние с вами уже там. Вы были рождены в этом состоянии. Оно никогда не уходило. И оно никогда не уйдет. Это ваше состояние бытия. Это ваше естественное состояние. Так что соединитесь с этим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо, Россия. Спасибо, с вами скоро поговорю. Спасибо, Алина. Спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.